Всем привет! Я к вам сегодня вот в таком формате. Я тут посмотрела последнее видео у Яны с канала Яна Вяжет. И Яна решила запустить такой проект под названием Неделя довязывания недовязов. Это как девчонки делают неделю стартов. Но Яна решила, что ей приоритетнее довязать свои незаконченные работы как можно быстрее. И я решила, что мне это тоже надо. Поэтому с понедельника по пятницу мы будем выкладывать по одному процессу, который необходимо довязать. Сегодня я вот с таким вот процессом. Это платок. Платок по видео мастер-классу Даша Масиенко. Это очень крутой мастер-класс, в котором все просто подробненько объясняется. даны несколько вид схем платка. То есть можно несколько видов узора связать. Это двусторонний жаккард. У меня один цвет такой, а второй цвет вот такой. И почему он у меня, собственно, долговяз? Вяжу я его, если не ошибаюсь, с июля. Дело в том, что у меня был первый вот такой цвет. Здесь все хорошо. Мне все нравилось. Я связала почти половину платка. И не знаю, где были мои глаза, но я обнаружила грубую такую ошибку в узоре, которую исправить, в принципе, невозможно. Только распустить. И распустила я вот до этих пор. С тех пор я собиралась моральными силами, чтобы допить. Но мне надоел этот цвет. И я решила взять другой цвет. Ну, собственно, здесь, когда смотришь издалека, когда уже картина вырисовывается, здесь понятно, что должно быть. И ошибку заметить, в принципе, не так сложно. Здесь я вязала рыхлее. И разглядеть, что я там навязала, было сложно. Поэтому я частично искупала платок. Точнее, эту часть, которую я успела связать. И вот тут-то, когда узор лег, хорошенечко свалялся, я обнаружила, что, видимо, я отвлеклась при вязании. Поэтому вот этот платочек второй я вяжу уже, не глядя ни сериалы, ни какие передачи, и вообще никуда не глядя, ничего не слушая, просто сосредоточившись и глядя в схему. Потому что я невнимательна. Вот такая вот красота. Будет. Мне прям нравится-то сочетание цветов. Здесь у меня используется стопроцентный меринос. Это вид с карапушками от New Mill. Здесь полторы тысячи метров на 100 грамм. И я вяжу в три нити. Спицы я взяла 4 миллиметра. А вот этот был у меня на трешке. На трешке, конечно, еще дольше все шло. Но у меня проблема с концентрацией. Поэтому этому платка уже не будет. А вот этот пока все хорошо. Вторая здесь нить у меня SuperG-Long. от Zenia Barufa. Здесь тоже полторы тысячи метров на 100 грамм. И тоже в три нити. Я так подозреваю, что платок будет очень толстеньким, теплым. Потому что у Даши используется метраж 900, по-моему, метров. Но она довольно разбухает. У нее нитка. А у меня... Я взяла спицы побольше. Ну, собственно, поэтому и вяжу в три нити. Пусть разбухнет больше, но будет теплый и красивый. Вот по поводу жаккарда. У меня есть вот такой вот ужаснейший просто наперсток гаммовский. Так как вязание идет в две нити, я постоянно, если вяжу без наперстка, подцепляю одну из этих трех ниток. И это, конечно, очень замедляет процесс. С этой штукой вязать можно. Это просто кошмар с другой стороны. Потому что вот эта вот штука, которая должна держать нить, она вообще никак не закреплена. Ну, вы, наверное, знаете об этих наперстках. Ничего хорошего в них нет. Никакие нити он не держит. Все постоянно вылетает. Кто-то говорит, палец потеет в нем. У меня он еще и большой, он постоянно ездит туда-сюда. Но никакие вкладки я не вкладываю. Палец ничем не оборачиваю, прям так вяжу. И вот, кстати, как раз-таки Яна подсказала такую идею. Взять и закрепить какой-нибудь резиночкой. Я так и делаю. У меня есть такая резинка для волос, для косичек мелких. И вот так вот я закрепляю. Но нитка все равно проскальзывает между вот этой железячкой и пластмассовыми перегородками. Так что наперсток, конечно, мучение. Хочу попробовать купить кловеровский. Хотя про кловеровский говорят, что он слишком далеко уходит на палец. Тоже неудобно. Но надо попробовать на себе. Пусть будет очередной эксперимент. Вот такой вот у меня процесс. Немного попозже я покажу, куда я продвинулась за день. Сколько я провязала. Надеюсь, не наделала очередных ошибок. До встречи. Ну, вот столько у меня получилось за день. Прогресс я отметила маркером. Не очень много, но учитывая, что один ряд я вяжу примерно 5 минут. С этим несчастным наперстком дело идет очень медленно. Ну, все. Увидимся завтра.